Я не настройщик, а обычный человек, обладающий относительно музыкальным слухом, как и многие из вас. Тем не менее, я займусь вот этим расстроенным в хлам инструментом и надеюсь, что вы когда-нибудь услышите его другое звучание. Но для начала я сделаю совершенно нагло из точки зрения настройщика фортепиано заявление. Я утверждаю, что любой человек, имеющий музыкальный слух, а может быть даже и не имеющий, при желании и настойчивости сможет самостоятельно настроить инструмент с качеством, соответствующим квалификациям настройщика мирового уровня. Я уже вижу, как потирают руки настройщики, готовые схлепить мне пару ласковых слов. Жду с нетерпением. Я решил сделать микроцикл видео на эту тему из двух роликов. В первом ролике я хочу коснуться теоретических аспектов настройки. А во втором ролике я расскажу, как применяю свою методику на практике, а также озвучу несколько советов тем, у кого руки растут из нужного места. Тем, кто реально хочет заняться настройкой. Много лет назад, когда я был глупее, следовательно счастливее, чем сейчас, когда энергия била через край, как у этого 10-месячного хаски, когда я мог настроить шестиструнку с завязанными глазами за 10 секунд, когда глаз был зорок, как у орла, а рука крепко держала паяльник, я сделал вот такую хреновину. Попробуйте угадать, что это. Не угадали? А вот в таком сочетании... Хорошо, не буду вас учить. Это единственный в мире камертон для настройки пианино, способный выдержать прямое попадание ядреной бомбы. Его я сделал еще в конце прошлого века, когда из телевизора говорили, что страна в кольце врагов. Впрочем, как и сейчас. Поэтому я сделал такой запас прочности. Прибор до сих пор в рабочем состоянии. Вы только посмотрите, какое мощное разъемное соединение питающего кабеля. Оно на резьбе. Посмотрите, какой металл. После ядреного взрыва мне останется лишь стряхнуть радиоактивный пепель и продолжить настройку. А как она звучит? С помощью этих органов управления я могу выбрать любую ноту, присутствующую в звукоряде пианино. Тут погруженные в тему скажут, чего ж особенного в этом древнем ящике. Обычный хроматический тюнер, какой можно скачать с Play Market на любой смартфон. А вот и не совсем обычный тюнер. Тут самое время рассказать об американском ученом, работавшем в области акустики по фамилии Рейлсбек. Он не поленился и исследовал кучу пианино и роялей, которые выходили из-под ключа настройщиков в самой высокой квалификации и работа которых признавалась подавляющим большинством музыкантов. Рейлсбек вывел четкую закономерность. Эти самые лучшие настройщики во время настройки завышали ноты правой части клавиатуры по мере приближения к правому ее концу и точно так же занижали ноты, находящиеся в левой части от середины клавиатуры. Причем, чем ближе к краю, тем сильнее было это занижение или завышение. Посмотрите, как выглядит зависимость отклонений хорошо настроенного инструмента от равномерно темперированного строя. Напомню, что такое равномерная темперация. В математическом выражении это гениально просто. Если ткнуть любую клавишу, ну, например, ля 440 гетц, то частоту следующей клавиши можно определить через частоту ноты ля, умноженную на коэффициент корень 12 степени из 2. И точно так же любые две ноты клавиатуры отличаются по частоте с таким коэффициентом. Чем хороша такая система темперации? Она позволяет гармонически, эквивалентно, или как говорят музыканты, н-гармонически транспонировать музыку из одной тональности в другую, без всяких потерь. И это очень удобно музыкантам, несмотря на то, что такая система темперации несколько нарушает частоту музыкальных интервалов. То есть, если вы нажмете какую-нибудь квартовую ликвинту равномерно темперированного строя, то вы услышите биение, особенно на протяженных по времени нотах. Много лет назад мне пришлось поиграть на советских электроорганах. Если кто помнит, были такие, например, как Юность 73. Пишите в комментах, кому посчастливилось играть на таких инструментах. И меня еще тогда удивлял тот факт, что в верхних и нижних регистрах эти инструменты звучали фальшиво. То есть, ноты в правой части клавиатуры мне хотелось завысить, а в левой занизить. Хотя уже тогда я знал схемотехнику этих инструментов и тот факт, что они выдают точный, равномерно темперированный строй. Они были устроены по одному принципу. Было 12 задающих генераторов, настроенных на ноты самой верхней октавы. Обычно октав было 5, поэтому на каждую ноту приходилось по 5 октавных делителей частоты. И все вместе эти делители образовывались в сетку частот инструмента. Такая система по определению являлась равномерно темперированной. И уже тогда я субъективно ощущал ее несовершенство. Рейлсбек показал, что такое восприятие звуков связано с особенностью слухового восприятия человека, а не с особенностью фортепианного звука, хотя и они имели некоторые значения. То есть любой музыкальный инструмент, имевший широкий звуковой диапазон, фальшиво по субъективному восприятию звучал в верхних и нижних регистрах, если его строй равномерно темперированный. Кстати, у этого аккордеона настройка выполнена в соответствии с равномерной темперацией. Это я проверил с помощью обычного тюнера, скачанного с плеймаркета на смартфон. Но это понятно, поскольку звуковой диапазон аккордеона все-таки уже, чем диапазон фортепиана и укладывается в полусу частот, где поправками по Рейлсбеку можно пренебречь, что и делают немецкие настройщики аккордеонов. Когда я ознакомился с работами Рейлсбека, мне сразу пришла в голову мысль, простая, как пять копеек, а почему бы не сделать генератор аталона частот которые бы учитывали поправки Рейлсбека и не настроить наш инструмент в ниссон с этими аталонными частотами. А вы скажете, а что, разве сейчас не так делается? Ведь есть же тюнеры для гитары, которыми мы все пользуемся. Я пробовал поискать, что-то не нашел таких тюнеров для фортепиана. Может быть плохо искал? Если кто-то знает что-то по этому поводу, напишите в комментариях. Абсолютно уверен, что любой программист на базе современных персональных компьютеров может написать программу генерации таких частот с любыми поправками, с любыми коэффициентами, поскольку я сам занимался программированием. Но когда я собирался сделать эту штуку, персональные компьютеры только начинали свое победное шествие. И доступ к ним был только на госпредприятиях, где они с дракой распределялись между подразделениями. Иначе я бы уже тогда попытался реализовать эту штуковину без паяльника, программным способом. Ну а те настоящие компьютеры, которые было принято называть электронными вычислительными машинами или ЭВМ, они тогда занимали площади несколько соток квадратов метров, требовали систем кондиционирования не меньшей площади, но при этом могли делать вычисления едва ли не меньше, чем обыкновенный современный смартфон. Я, наверное, лопну. Если я не покажу, что внутри этого ящика. Сначала скажу простыми словами. В этой коробке хранится информация о том, как звучат ноты идеально настроенного фортепиано. Идеально не в смысле общепринятой равномерно темперированной шкалы, а с точки зрения настройщика, не побоюсь этого слова, высшей квалификации. Поскольку меня распирает от гордости за свое детище, несколько слов о схемотехнике. Тут мальчишки могут перемотать, а девчонки, конечно, послушают. Ведь они с одной стороны любопытны, а с другой ленивы. И перематывать у них рука не поднимется. Итак, устройство собрано на быстродействующих, по понятиям того времени, цифровых микросхемах TTL логики. Имеется кварцевый задающий генератор на частоте около 8 МГц, собранный на базовых логических элементах микросхемы 131-й серии. Импульсы от генератора поступают на вход цепочки делителей частоты на счетчиках 1533 и Е7, работающих по принципу обратного отсчета от предварительно установленной константы. А сами константы, аппроксимирующие кривую рейлсбека, в них, собственно, и есть изюминка этого генератора, записаны в два постоянных запоминающих устройства, собранные на базе микросхем 573 RF2. Манипулируя кнопками на передней панели, я выбираю из этой памяти 16-разрядную константу, соответствующую нужной ноте. Эта константа подается на счетчики, и на выходе этих счетчиков имеем колебание с частотой нужной ноты, которое подается на громкоговоритель. Вот он такой. Самым сложным было подобрать минимально возможную разрядность констант и частоту задающего генератора, при которых обеспечивалось бы достаточное точное излучение нужной ноты. Чтобы у вас не оставалось никаких сомнений, что мой генератор выдает не темперированную шкалу, а скорректированную в соответствии со шкалой Рейлсбека, подвергнем его тестированию. Для этого я скачал с PlayMarket хроматический, то есть равномерно темперированный тюнер, BOSS, разработанный программистами компании Roland. Уверен, что ему можно доверять. Прямо сейчас я буду последовательно выдавать своим ящиком весь звукоряд пианино, начиная с LIA субконтрактавы. Поехали! Видите, сейчас звучит LIA субконтрактавы, и тюнер Roland показывает отклонение примерно 30 центов в сторону понижения тона. Сейчас проходим по центральным октавам клавиатуры. Как видите, отклонение от равномерной темперации здесь минимально. И в основном ошибка близка к нулю. Сейчас переходим к правой части клавиатуры. Постепенно растет отклонение тонов в сторону повышения. И финальная крайняя правая нота, она примерно на 30 центов выше, чем равномерно темперированная. Итак, вы видите, что действительно этот ящик генерирует частоты, темперированные в соответствии с поправками рейлсбека. Отклонение по частоте на краях диапазона составляет около минус 30 центов в левой части клавиатуры фортепиано и примерно столько же со знаком плюс в правой части, что и требовалось доказать. В следующем ролике на эту тему я покажу практическое применение этого тюнера. Дам советы тем, кто захочет обойтись без него. Расскажу о некоторых особенностях процесса. Завершу настройку вот этого инструмента и немного на нем поиграю. И заценим вместе с вами результат настройки. Надеюсь на ваши комментарии к этому ролику. И поскольку следующий ролик я еще только готовлю, вполне возможно, что ваши предложения или замечания будут учтены. Продолжение следует...